Это парковка. У жильцов дома номер 42 пользуется популярностью. Выезд удобный, под колесами щебенка, да и от дома близко. Автолюбители оставляют здесь свои машины последние пять лет. Но недавно людей стали штрафовать за неправильную парковку. В письмах счастья от Владоблтехнадзора написано, что водители поставили свои машины совсем не на парковке, а на газоне. Вы приходите домой, приезжаете, а у вас вот сделано. То есть все радостно начинают пользоваться и ставить. Вы как сторонний человек, приезжая к нам во двор. Вы увидели газон, но наверняка вы увидели парковку. Нормальное парковочное место. И как обычный обыватель, вы встанете сюда и крайне удивитесь, если к вам придет штраф, да, и вы вдруг узнаете, что газон выглядит вот так. Говорят, что я поставила машину на газон, который по факту газоном не является. Вот у нас есть определение в том же законе, что является газоном. Вот они сами это определение не знают. Они мне говорят, что тут есть поребрик, хотя поребрик тут опущенный, как вы можете видеть. Вот они мне сказали, что этот поребрик заездили, поэтому он такой низкий. Сомнений нет. Штраф выписан именно за парковку на этом пятачке. Подтверждают этой фотографии, сделанной инспекторами Владоблтехнадзора. Именно это казенное учреждение взимает штрафы за подобные нарушения. При этом, как рассказывают жители, сумма взысканий совсем не маленькая. От 800 до 3000 рублей. Жители негодуют. Парковочные места они получили в подарок. А теперь за него их еще и штрафуют. Когда нам сделали эту парковку, сделали нам ее силами города. Парковку, которую мы даже не знали, то есть это был подарок. Это был подарок городу, жителям. Вы много знаете подарков, которые вам просто так делает власть? Вот это вот один из них. Оборудовать парковочные места в этой зоне жителям несколько лет назад помог депутат этого округа. А вот оформить территорию как парковку люди забыли. Парковка на придомовой территории может появиться только согласно определенному порядку. Первое и самое главное – эта парковка должна быть утверждена на общедомовом собрании. И только после того, как будет составлена вся необходимая документация, ордер на парковку передается в обслуживающую организацию. Управляющая компания, которая управляет домами и 42, и 44Б по проспекту строителей, ЖРЭП-8. Мы сделали им официальный запрос, зарегистрированный. У них есть технические паспорта этих домов. Сообщить нам, вот этот участок местности чем является. Они нам дали ответ, что данный участок местности является газоном. А вот что еще надо, чтобы подтвердить, что это газон? До августа 2017 года процедура узаконивания парковок была намного проще. Все, что нужно было сделать для этого жителям – на общем собрании утвердить место для стоянки автомобилей. Общее решение сохранялось у жителей или управляющей компании. В данном случае, если оно имеется, то все административные дела можно оспорить в суде.